Гродненская областная клиническая больница играет огромную роль в развитии здравоохранения области и является ведущим лечебно-профилактическим учреждением. Здесь больным оказывают медицинскую помощь самого высокого уровня, ведь в больнице трудятся профессионалы своего дела. Клиника работает в ежедневном напряженном графике. Туда приезжают пациенты с различными заболеваниями со всех регионов нашей области. Приемное отделение областной больницы работает в углосуточном режиме. Дежурим экстренно каждый день по некоторым службам. В основном хирургия, неврология, протология. Стоматологические больные к нам обращаются круглые сутки. За сутки примерно госпитализируется у нас больница от 130 до 200 человек. Пациенты плановые, пациенты экстренные. Пациенты приезжают к нам с области, с далеких районов. В больнице находится 26 специализированных стационарных отделений, более чем на 1000 коек. Одно из них – отделение таракальной или грудной хирургии. Тут врачи занимаются лечением органов грудной клетки, легких, пищеводо-бронхов. Открылось отделение в 1985 году. Сейчас в нем одновременно могут получать медицинскую помощь 35 пациентов. Хирурги помогают больным с различными заболеваниями. Доброкачественное и злокачественное образование в легких, тяжелая пневмония, травмы грудной клетки и многое другое. Наряду с традиционными методами хирургии применяются с 1985 года, а далее с 1995 года, видеоторакоскопические методы диагностики и лечения больных с данной патологией. Это малоинвазивные, современные виды операций, которые позволяют делать оперативные вмешательства менее травматичными, с меньшей кровопотерей и менее тяжелыми для перенесения больными. В отделении таракальной хирургии врачам доступны современные виды лечения с применением лазерных технологий, что позволяет проводить сложнейшие операции с ювелирной точностью. К слову, в отделении проводится не только хирургическая, но и научная работа. Врачи являются авторами около ста научных публикаций, трех изобретений. Здесь защищена кандидатская диссертация. Медики советуют внимательно относиться к своему здоровью и сразу обращаться к врачу при первых признаках боли в области грудной клетки. Ведь болезнь – это еще не приговор. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова